В рамках передачи «Культурная эволюция» предлагаем вашему вниманию проект культурного центра Елизавета Мамонтова «Рассказы о Ходькове для больших и маленьких». Добрый день, дорогие наши зрители и слушатели! С вами снова историк и краевед Наталья Малашина. Представляем вам новый выпуск нашего проекта «Рассказы о Ходькове для больших и маленьких». Сегодня представляем вашему вниманию рассказ четвертый «Зеленый наряд Родонежья». Вы когда-нибудь видели Ходькова с высоты птичьего полета? Например, из окон последнего этажа какого-нибудь высотного дома в нашем городе? Когда я впервые увидела эту картину, у меня дух захватил от той красоты, которая мне открылась. Оказалось, что наш город буквально утопает в зелени, и со всех сторон его окружают густые леса со строконечными макушками елок и кудрявыми кронами лиственных деревьев. В нашем городе есть зеленые скверы, парки, бульвары и аллеи, где высажены прекрасные деревья и кустарники. А некоторые деревья растут в черте нашего города и его окрестностей уже много десятков, а то и сотни лет. На улице Майолик сохранились вековые березы и липы. Их посадил еще в XIX веке живший там владелец керамического завода Сергей Дунаев. На больничной горке возле железнодорожного моста красуются стройные сосны, которые издревле облюбовали это место. Неподалеку от музея Абрамцева есть дубовая роща, которая помнит еще владельцев этой старинной усадьбы. А в парке музея Абрамцева растет могучий красавец дуб, которому более чем 250 лет, и который в 2018 году победил в конкурсе «Российское дерево года». Жители Ходькова продолжают озеленять свой город и каждый год сажают в нем новые деревья. Возле частных домов и на садовых участках в Ходькове настоящее буйство зелени. Многие растения там цветущие. В мае ветерок приносит нам ароматы черемухи, сирени, жасмина, цветущих яблок и вишен. В июне в парке Покровском и на улицах города благоухают липы, цветут душистые шиповники. Ну а в сентябре-октябре мы видим за окном всю палитру красок осенней листвы, которую так любили художники, работавшие в наших краях. Как только мы выезжаем из города, мы оказываемся в лесу. Ходькова, как и все наши родонежьи, находятся в зоне южно-таежных лесов. Это как раз отлично видно сверху. У нас растут и хвойные, и лиственные деревья разных пород. Первыми деревьями, которые появились в наших краях после таяния ледника, были карликовые растения. Крохотные березки, ивы, сосенки. Ледяные ветра и скудость почв делала их стволы изогнутыми и стелящимися по земле. Такие деревца и сейчас растут в России на Крайнем Севере, а у нас в родонежье они сохранились в заповедниках и заказниках. Когда климат стал теплее, в наших краях начали расти хвойные деревья, ели и сосны. Потом среди них пробились осины, березки, черная ольха. Был период, когда климат в наших краях стал снова совсем мягким и теплым, даже теплее, чем сейчас. В это время в родонежье появились густые широколиственные леса, в которых росли могучие дубы, липы, клены и вязы. И сейчас еще у нас в окрестностях можно встретить остатки тех древних дубрав, например, в Абрамцеве или у поселка Семхоз. Сейчас флора наших окрестных лесов и лугов насчитывает более 1300 видов различных растений, деревьев, кустарников, цветов и трав. Больше сотни этих видов были завезены с других регионов, стран и даже с других континентов. Активно заселяют наши леса, парки и сады, канадские и японские клены, каштаны, акации, туи, декоративные кустарники. Большинство этих растений мирно соседствуют со старожилами нашего края. Но есть и такие, которые вытесняют другие растения и становятся настоящими захватчиками, вредят природе и человеку. Это, например, клен ясенелистный, злостный древесный сорняк, завезенный с американского континента. Или борщевик сосновского. Мощное ядовитое растение, родом с Кавказа, активно распространившееся в Подмосковье. Еще две тысячи лет назад всю территорию Родонежья занимали непроходимые леса. В старинных летописях наши края так и называли «Лесная земля» или «Глухой лес». Хозяйственное человека привело к вырубке большого количества лесов для хозяйственных нужд и под распашку земель. Издавна в наших краях самыми важными деревьями для человека были дуб, липа, береза, ель и сосна. Их использовали для строительства домов, лодок и судов, изготовления мебели, домашней утвари и игрушек, заготовки дров. В наши дни уже только половину всей земли Родонежья занимает лес. И все же Сергиево-Посадский район – самый богатый лесом в Подмосковье. Оказывается, больше всего в наших лесах березок и осинок. А еще у нас растут ель, сосна, дуб, клён, тополь, ясень, ива, верба, лиственница, рябина и черемуха. В нижнем ярусе леса и на его опушках, в парках и садах мы можем встретить многочисленные дикорастущие кустарники. Иногда они больше похожи на деревья. Бересклет, дёрен, волчьягодник, бузина, ракитник, крушина. Многие из них дают съедобные плоды и ягоды. Это орешник, калина, малина, боярышник, барбарис, ирга, шиповник, рябина и черемуха. Но есть и кустарники с ядовитыми ягодами. Остерегайтесь их. Это бересклет, крушина, бузина и волчьягодник. В лесах, на лугах и на болотах у нас можно собирать вкусные и полезные дикие ягоды. Бруснику, голубику, землянику, клюкву, костянику, морожку и чернику. Летом и осенью в наших лесах появляется множество грибов. Так как в наших краях растут и хвойные, и лиственные деревья, разнообразие грибов в лесу очень велико. Съедобные грибы – это всем известные сыроежки, опята, подосиновики, подберезовики, боровики, лисички, рыжики и многие другие. Но есть и опасные грибы. Это мухоморы, поганки, сатанинский гриб и кирпично-красные опята. Они содержат очень опасные ядовитые вещества. Опушки лесов и луга Родонежья богаты травами и цветами. Многие из них занесены в Красную книгу и охраняются государством. Среди них, например, любимые нами полевые цветы – колокольчики, купальница, ландыш, фиалка, незабудка, гвоздика, вероника, герань. Эти растения нельзя собирать в дикой природе, но можно разводить в садах и на дачных участках. Красоту природы нашего края запечатлели когда-то на своих картинах многие известные русские живописцы. Братья Васнецова, Илья Репин, Михаил Нестеров, Василий Елена Поленова, Константин Коровин, Илья Остроухов и многие другие. И сейчас в черте нашего города и на его окраинах часто можно увидеть человека с мольбертом, кистью и красками – художника, очарованного прекрасным пейзажем. А знаете ли вы что? Липа – это настоящее чудо-дерево. Когда-то в Родонежье липы росли во множестве повсюду. Мягкая и красивая древесина липы в старину использовалась для изготовления различной утвари и игрушек. Мастера украшали свои изделия из липы затейливой резьбой. Кора липы, так называемая лыко, шла на изготовление лаптей, корзин и коробов. На липовых досках иконописцы писали иконы. Отваром душистых цветков липы издавна лечили в народе всякие хвори. Аллеи из красивой благородной липы были непременным атрибутом старинных дворянских усадеб. А еще липа – главное дерево-медонос в наших краях, а липовый мед – самый вкусный и полезный. Субтитры создавал DimaTorzok